Часть выставки про то, как мы смотрим на других людей и как мы смотрим на себя все время глазами других людей. Селфи, которые стали просто символом нового времени, с одной стороны манифестируют такую эпоху эгоцентризма, а с другой стороны на самом деле показывают то, насколько мы все время пытаемся воспринять себя через другого. Об этом много писала Лакан. И здесь две вещи из серии «Красота и сила» Дианы Мачулиной, спортсмен и «Королева красоты», где мы видим вот такие вот образы успешных людей, обладателей тех жизней, которые стали для нас образцами. Но не все так гладко, здесь есть подвох, и мы видим, что вот эта лента, на которой медаль, которую надевают наши спортсмены, по сути представляет собой клейкую ленту для мух. И наградная лента на теле «Королева красоты» тоже собрала на себе очень много мух. Ну и, в общем, конечно, интерпретировать эти элементы можно совершенно по-разному, но, скорее всего, здесь идет речь о приманках, на которые мы попадаемся, глядя на чужие идеальные жизни, воспринимая их как реальность и пытаясь каким-то образом соответствовать, не зная, что стоит за этой картинкой. И работа Геннадия Гаева, самая ранняя работа в экспозиции, 1954 год, где мы видим советскую балерину, которая, видимо, отдыхает после спектакля и, по сути, представляет собой тот самый образ тоже идеальной героини для советских людей, потому что балет — это было искусство, которое было и до сих пор находится на очень высоком уровне, искусство, которым гордилась Россия еще со времен дягеревских сезонов. И, конечно, советский балет тоже был гордостью страны, и люди, которые воплощали в себе вот это национальное достояние, являлись такими образцами для подражания. Но при этом мы не знаем, что за история скрывается за ней, что на самом деле она переживает, и нужно ли нам на нее равняться. В этом же разделе еще одна работа из серии «Груждающая пуля» Василия Цеголова, где мы видим, опять же, такую очень кинематографичную сцену из какого-то боевика, такого типического очень, да, где криминальные какие-то персонажи сидят в машине, здесь роковая блондинка, классика жанра, но при этом это те романтизированные образы бандитов, которые тоже стали образами для подражания, особенно влияют они на неокрепшие умы, но тем не менее это тоже ролевые модели, негативные, но которые, к сожалению, работают. В этом же разделе мы говорим также о бесконечной гонке, о бесконечной такой ярмарке числами, в которую все мы вовлечены, независимо от того, осмыслили мы это решение или нет, и здесь очень яркая и показательная работа Екатерины Поединщиковой «Скачки», где мы тоже не видим ни начала, ни конца, мы только видим людей, которые в этом процессе находятся, и работа сама по себе очень экспрессивная и передает вот эту энергетику одного из героев даже «Открыт рот». Вот этой «Скачки» на самом деле, возможно, бесцельной. И где-то о близком работе Дмитрия Бутова «Человек разгоняется», где он приводит цитату Владимира Басарского, «Человек разгоняется на Ягуаре и пробивает ворота, потому что он хотел проехать именно здесь, а его не пустили». Это поэт, я считаю. Тоже про решительность, про возможность нарушать какие-то границы и про то, что этот человек неординарный, это поэт, который тоже может быть ролевой моделью. И, конечно, здесь, наверное, одним из ключевых работ являются две фотографии и фотоколлаж Владислава Мавышева «Монрой» серии «Любовь в Орлова» в 2001 году. Вообще-то знаменитый петербургский художник-перфомансист, знаменит тем, что он вообще всю свою творческую стратегию выстроил на перевоплощении в знаменитых исторических и кинематографических персонажей. И это не просто переодевание, это реальная попытка проживания их судьбы и их жизни. И у него одна из очень известных серий — это серия, посвященная Любови Орловой, где он, переодетый в эту актрису, фотографируется в реальных интерьерах ее дома и пытается прожить ту самую жизнь. И здесь тема «Чужой жизни», она звучит очень ярко, потому что, с одной стороны, это образ киноактрисы, кинодивы, на которую все хотели бы ходить, чью чужую жизнь хотели бы копировать ее современники. И это буквально попытка прожить чужую жизнь. Но здесь также есть и чужие жизни людей, которых мы привыкли не замечать. И это другая совершенно сторона социума и того, какие мы социальные связи или невзаимодействия вовлечены или не вовлечены. Работа Аарона Зейнштейна «Переход» — тема такого массового скопления людей, где мы на самом деле не видим или специально не замечаем лиц, попадая просто в эту транзитную ситуацию, риминальную ситуацию, где мы просто движемся вместе с массой, не отдавая себе отчет, что это точно такие же люди, как мы, у каждого тоже своя история. Собственно, они проживают где-то, может быть, какие-то похожие драмы и трагедии, как и мы. Диптих Любови Александровой, решенный в таком фотореалистическом крюче, который называется «Трамба и желание», ну, отсылает, конечно, к лимитому литературному произведению, но мне кажется, даже в большей степени это история про ощущение дежавю, которое мы испытываем, видя каких-то людей в транспорте и начинаем выглядываться в их лица, пытаясь понять, кем они друг другу приходятся, что за историей за ними скрываются. И это вот ощущение поездки, там, не знаю, в транспорте, в трамвае или в автобусе, где какие-то люди привлекли наше внимание, и мы начинаем размышлять о них и об их жизнях, об этих чужих жизнях, видя вот такой вот очень типический пейзаж из окна в пейзале, когда ждем. И тоже очень интересная и важная здесь работа Юлия Платонова «Гололед», где мы видим дворника и женщин, которые убирают улицу и посыпают лед вот этой самой черной крошкой, которая спасает нас от сломанных рук и ног. И это история про то, что мы привыкли не замечать этих людей, а на самом деле пользуемся только результатами их труда, не замечая самого процесса. И вот этот выхлоченный момент из их трудовых будней, по сути, заботы о нашей безопасности, он отражен здесь в работе Платонова и показывает, опять же, очень сконструированный фокус нашего внимания. Мы смотрим на балерин, на королев красоты, на спортсменов, но не замечаем людей, которых встречаем каждый день в собственных дворах. Продолжение следует...